Добрый вечер. У эфиры новины для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениях. Глядите в выпуске. Лепшими в Беларуси для ведения бизнеса признаны Гомельская область, сам город Надсожим и Октябрьский район. Студенты из Беларусского Дзержа Университета Транспорта придумали проект по створению эксклюзивных моделей велосипедов. У податковой инспекции Гомельщины от ЖХРО поступают вопросы, что тычутся изменения в законодательстве. Самые распаусюженные из них у сегодняшней программы проанализует эксперт. А так само мы пропонуем знакомство с ценами на Садовину и Огороднену на рынках Гомеля. Об этом подробно в нашем сегодняшнем выпуске. Лепшими в Беларуси для ведения бизнеса признаны Гомельская область, наш областный центр и Октябрьский район. Республиканский конкурс был проведен не министерствами, как это обычно отбывается, а предпринимательскими организациями. Оценивали и колькость субъектов малого и среднего бизнеса, и объемы промысловой вытворности и суммы податков, якая трапляет от их деятельности в бюджет. У одной из наших наступных программ мы встретимся с представниками бизнеса, которые могут быть прикладом удалого, успехового и эффективного развития неординарных проектов. По кульже можно сказать докладно, что гоноровые титулы отриманы абсолютно заслуженно. Безусловно, не все получается, не все решается так, как нам хотелось бы. Но мы очень чувствуем поддержку местной органов власти и не просто поддержку, но желание помочь и конкретные действия, которые предпринимаются. Их двери открыты для нас, для наших проблем. Всегда чувствуем поддержку и желание, скажем, помочь. И конкурс, конкурс, скажем, лучше для города, для бизнеса, вернее его итоги на протяжении многих лет, я считаю, это результат сложившегося конструктивного диалога бизнес-сообщества с нашей местной гомельской властью. Далее, в этом секторе проявляют себя и, я кажусь, замацовываются не только дорослые и опытные. Даже студенты активно развивают свои бизнес-инициативы. Предпринимательные юнаки и девчата имкнутся не просто заработать деньги, а разносить экономику новыми накерунками. Например, студенты из Белорусского государственного университета транспорта придумали проект по створению эксклюзивных моделей велосипедов. От 3 миллионов рублей до 3 тысяч долларов, я кажусь сами авторы проекта, на любой густ и достаток. Юнаки могут собрать велосипеды как для удельников спортивных гонок, так и, например, просто для вельми высоких людей, и кем складано подобрать велосипед в магазине альбо на рынку. Транспорт могут оснастить руховиком и аккумулятором. Отримается электричный велосипед. Вот такие собрал себе Яуген. Здесь есть аккумуляторная батарея, собственно, само мотор по лесу, то есть вот мотор, который заспецован в обод. По контролеру управления, ну и также управление на руле всем этим делом. В чем преимущество таких велосипедов, так это в том, что в городе очень удобно, например, людям, едущим на работу, с утра передвигаться, вы не тратите на это очень много энергии. То есть получается так, что вы не потеете, приезжаете на работу или на учебу налегке, то есть основную работу выполняет электромотор. При этом вы можете помогать педалями. А если даже аккумулятор разрядится, то можете спокойно доехать на педалях. Для Юнаков сборка эксклюзионных велосипедов поколь только хобби. Каб развить свой бизнес, треба колядше трех тысяч долларов. Хлопцы марат заработать необходимый стартовый капитал и в ближайшие годы заосновать вытворчность. Для этого потребны цех, склад комплектующих, готовые модели. Люди, которые ведут толку бизнеса, кажут, что проект перспективный, неординарный и обовязково знайте свою нишу. В Гомеле, ну и вообще в принципе в Беларуси, люди пытаются выделиться. У нас идет такая тенденция, что все мы хотим быть особенными. И ребята пошли правильным путем, когда сказали о том, что мы не хотим делать велосипеды так, как делают все, чтобы они были стандартные. Мы готовы идти за потребителем, ставить под его запрос, под его желание. И также в их категорию попадут люди, у которых есть либо избыточный вес, либо какие-то проблемы другого характера. Также очень высокие люди, которые не могут себе подобрать велосипеды по стандартной, из-за того, что у них есть какие-то вопросы по здоровью. Это будет тоже их миша, поэтому проект реализуемый и вполне может иметь все варианты на жизнь. С этим проектом веломеханики уже приняли удел в чемпионате молодежи в предпринимательстве, где отримали высокую оценку жюри. Деясь, родвела аматоров Гомеля уже есть шмот тех, кто марить об двуколом транспорте с индивидуальным характером. Протягиваем выпуск. У податковой инспекции Гомельшина, Джихаров поступают вопросы, что тычется изменения в законодательстве. Сегодня мы проанализуем основные из них. Первое тычется заработка на рынке Форекс. У приватности ТИ треба подавать декларацию и что делать, когда терм на ее подачу завершился. Откажет специалист. Доход, полученный от операции на рынке Форекс, от иностранных юридических лиц является доходом и подлежит налогообложению по доходным налогам. По этим доходам необходимо до 1 марта подать декларацию, а налог уплатить до 15 мая. В случае просрочки этих сроков наступает административная ответственность и за несвоевременную подачу декларации, и за несвоевременную уплату налогов. Еще хочу сказать, что облагается по доходным налогам весь доход, полученный на рынке Форекс, без учета ставок, без учета расходов. А кроме того, если такая деятельность накеревана на систематичное отримание прибытку, то от поведности законодавством потребуется державная регистрация у якости индивидуального предпринимателя альбо юридичной особы. Ширых непоразумений возникает при продаже беларусами уластной нерухомости, которая находится за межами нашей краины, например, в Бранске. Так не усею ведут, и треба платить податок после проведения такой сделки. Если вы постоянно проживаете в Республике Беларусь, то есть более 183 дней в году находитесь в Республике Беларусь, и квартира, проданная в городе Брянске, является первой в течение пяти лет, то весь доход, полученный от продажи этой квартиры, будет льготироваться от подоходного налога. Если эта квартира будет вторая, то подоходный налог в размере 13% необходимо будет оплатить. Яши, одно актуальное питание от доладальников собак, которые текавятся по мерам податков за утримание своих четырех лапых сябров. Объектом налогообложения, налогом за владение собак, являются собаки в возрасте от трех месяцев и старше. Ставки устанавливаются в зависимости от высоты в холке. Вот, например, в городе Гомеле установлены ставки для собак высотой в холке до 40 сантиметров 0,1 базовой величины, а для собак высотой в холке свыше 70 сантиметров, и для опасных пород установлена ставка половина базовой величины. Али специалисты нагадывают, что для широкого категории грамадян и сныют льготы. Да, льготы, конечно, есть для определенных категорий физических лиц. Это инвалиды по зрению, для которых собака-поводырь является необходимостью. Далее, неработающие пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, при условии, что с ними не проживают трудоспособные члены семьи. Также одинокие граждане, ветераны Великой Отечественной войны, а также лица, воспитывающие детей-инвалидов. И самая широкая категория льготыруемых граждан – это те, которые проживают в жилых домах или блокированных жилых домах. Это наш частный сектор. И одно условие для всех, чтобы собаки не использовались в предпринимательской деятельности – это разведение и так далее. По рынку Гомеля литерально не пройти. Это не издевляя. Такой колеровый и паховый разностаенности ни в каким другом месяце не сустренешь. Малины, черницы, парочки – все привабливая, все хочется поспробовать. Однако до Личбау. Бульба на центральном и Давыдовском рынках – от 30 копеек. Бураки в центре – 1,5 рубля за килограмм, на Давыдовском – рубель. Колеровая капуста – 2,5 и 3 рубля отповедна. Брокколи и перец – от 0,3 рубли. Огурки с метанами на Давыдовском – 50 копеек килограмм. Кошт на помидоры на або двух рынках начинается от 2 рублев. Малины на Давыдовском – от 3,5 рублев, на центральном – от 4 рублев. Вишни можно найти по 2 рубли за килограмм. Это на центральном, на Давыдовском – на 50 копеек дорожей. Цены на это и другие продукты – у таблицы. На этом сегодняшний выпуск завершенный. С вами была Марина Северьянова. Як завсёды с устрынемся ровно простый день. Редактор субтитров А.Семкин